В передаче «Хозяин дома» мы рассказываем о том, как управляющие компании и организации Оренбурга помогают благоустроить город для его жителей, сделать его красивым и комфортным для каждого гражданина. Новый выпуск мы решили посвятить тем, чья деятельность непосредственно связана с комфортом, чистотой и безопасностью граждан. В прошлых выпусках мы уже рассказывали, как управляющая компания «Лист» помогает жителям своего района. Теперь расскажем о сотрудниках, их полномочиях и пожеланиях коренбуржцам. Гимадзинов Ренат Ахметович работает в компании «Дворником» уже пятый год. О своем труде рассказывает с радостью, хоть и не всегда находит слова. Говорит, люди в нашем районе благодарные, а сотрудники добросовестные. Надо работать, а не ходит работа, делать нечего здесь. Прихожу пораньше, мусор убираю, урны вычищаю, потом начинаю вот это, убырка снега. После снегопада, вот, сначала лопаты пройду, чтобы люди прошли, а потом завожу этот снегуброзный комбайн. Очень хороший помощник в работе. Весь инструмент есть, все необходимое есть. По словам жителей, со своими обязанностями Ренат Ахметович справляется на отлично. Отметить можно дворника. И в субботу, и в воскресенье выходит. То есть снегопад вот был в 7 утра, уже все почищено, убрано. Также за чистоту и порядок отвечает Екатерина Степановна Павлова. Ее задача – обеспечивать и поддерживать чистоту в домах. Она очень отзывчива и позитивна, о своей работе рассказывает легко и считает, что любой труд необходимо ценить. Так все профессии будут востребованы и почетны. Каждый день выходим рано, стараемся убрать все до начала рабочего времени, чтобы не мешать жильцам спускаться в лифте, не занимать лишний раз лифт. Жильцы у нас, конечно, хорошие очень. Соблюдают чистоту, порядок. Иногда есть некоторые, которые умудряются оставить мусор на балконе. Я бы, конечно, хотела, чтобы этого не было. А так у нас все хорошие жильцы. Ну, к сотрудникам, конечно, я хочу сказать, относятся очень хорошо. И поощряют, и дню коммунальник премию дают, и вообще премию ежемесячно нам дают. Почетные грамоты дают и дворникам, уборщицам. Обижаться не стоит. Очень уважительно относятся к нам всегда. Сохраняет тепло и свет в домах и местах общественного пользования плотник, электрик и энергетик. Чиню в основном двери, все по плотничеству. Все, что должно закрывать, чтобы, как сказать, тепло, перечь в домах. Двери, окна, ну все в общем. Когда документ получал, образование плотника столяра, там молодые люди учатся. Даже взрослые приходят туда учиться, квалификацию поднимать. Все для себя делаю, своими руками. Допустим, то же самое, вот, разбили окно. Я прихожу, у меня холодно здесь. Вот, там скрипит дверь тоже, я прихожу, ремонтирую. Есть журнал, в котором заявки собираются. Я оттуда беру заявки и иду с утра до вечера рабочего дня ремонтировать все. Ну, так вот, стал плотником, и все, нравится мне. Теплоузел, смотрим давление. Как она работает, нигде не течет. Ну, а вход каждый день. Зима же, чтобы отопление не остановилось. Главная задача специалистов – сохранять комфорт и безопасность для всех жителей. Ну, а приятная и теплая атмосфера существует и внутри коллектива. В основном, вот, обслуживание электрочетчиков, электрооборудования, автоматов разрывных. Обычно заявки поступают. Короткое замыкание убивают автомат, неисправные электрочетчики, замена. Как бы, поседневное обслуживание. Каждый день начинается с проверки электрочетка. Раз в месяц протягивание контактной группы, чтобы не было никаких коротких замыканий, пожаров. Чтобы все работало исправно для людей, чтобы они и радовались, и жили. Розеточку там подправить, отремонтировать, что-то там, люстру сделать. Что-то сгорает. Помогаем, конечно, не без этого. Ни разу не слышал в свою сторону, там, какое-то грубое слово, жалобы, там, какое-то, как бы, все, отлично они. Мы к ним хорошо, они к нам хорошо. Наши инженеры, наши начальцы, конечно, стараются для нас лучшие. Лучший инструмент закупать, как бы, чтобы все было. Как большая семья. Все работаем в едином коллективе, друг друга поддерживаем, успеваем, чтобы все было хорошо. Ежедневная работа проводится у нас в плановом порядке. И решением директора по итогам календарного года издается приказ по предприятию, по организации. В этом приказе мы отражаем лучших специалистов. В основном упор делается на отражение работы и чествования людей. Это наших, так сказать, рядовых сотрудников. Это наша гвардия передовая в сфере ЖКХ, которая занимается реальной практической работой. Это сантехники, дворники, электрики, всевозможные монтажники и так далее, и разнорабочие. И вполне заслуженно люди получают не только слова благодарности, но и премии. На сегодняшний день за 6 лет, так сказать, общения с компанией Лист у меня проблем не было. С соседями общаемся, мы постоянно разговариваем. То есть, ну как, проблемы возникают, но при обращении в компанию всегда радушно там встречают, исправляют. Даже иной раз удивляешься. Только позвонишь 2-3 часа, что-то устраняется. Бывает же всякое там, и вода потекает там, где-то свет пропал, где-то что-то как-то сломалось. То есть, все в действии. В следующем предновогоднем выпуске проведем экскурсию управляющей компанией Лист Жилсервис и расскажем про их сотрудников. Из того, что достигнуто, ну, можно сказать, что у нас персонал подобран, в принципе, достаточно квалифицированный. У нас есть весь набор инструментов, от ручных до автоматизированных систем. Это касается и рабочего персонала, и управленческого. Да где ж холодно, когда крутится, вертится, наоборот, жарко. Ой, это вообще вещь незаменимая. Ну, лопата, лопата, в общем, где не подлезешь, там лопата. А где эта дорожка ровная, это снегоуборочная машина, прям классно, прям нравится нам им работать. Редактор субтитров А.Семкин